Привет! Аплодисменты ваши, пишущего на русском языке, ну из Латвии, живет в Риге, работает, вот у меня в справке во всяком случае так написано, до головокружительной карьеры, кем он только не был, здесь написано, маркетологом, психофизиологом, таксистом, диктором синхронного перевода, да, даже так было. А в 10-м году вышла первая книга «Слава СС», «Сантехник», его «Кот», «Жена» и другие подробности. Собственно, подробности, я думаю, другие, да, я дам возможность говорить вам, потому что они более ценные из ваших уст, что называется. Ну а далее, после того, как вы произнесете все, что считаете важным и существенным, мы перейдем к традиционной сессии вопросов и ответов. Вам слово, пожалуйста. Меня слышно? На мне висит какая-то веревочка. Знаете, у вас, во-первых, университет весь красивый, во-вторых, вот это вот помещение, учебная студия. Я был месяц назад в государственной телевизионной студии молдавского телевидения, они бы вам сильно завидовали, потому что там просто комната с бетонными стенами, висит задник, ну девочка в мини-юбке, как положено ведущим. И перед началом интервью они сначала говорят, вы зайдите у нас за углом там кисточки с пудрами и себе там что-то намажьте, ну, чтобы не блестело. И перед самим началом интервью девочка еще бежит этажом вниз, чтобы там перестали работать перфораторы, потому что снизу строится магазин. А вот ваш руководитель говорит, у вас тут 4К камеры и прочие ништяки. Я вас поздравляю с тем, что вы учитесь в таком университете. Я, спасибо, это вам спасибо, что пришли. Я блогер, пишу в сети. Кто-то знает, вы, наверное, не моя аудитория. У меня в основном такие девчонки там постарше, за 30, если вы еще продолжаете их считать девчонками. Для меня-то не да. Я потом расскажу историю. Нет, сейчас расскажу. Я в детстве читал книжки в школе, прятался под парту, на колени клал. И школа была достаточно хулиганской, поэтому меня не трогали. Учителя меня любили, потому что мальчик, который сидит и читает тихо на уроках, это хороший мальчик, кроме учительницы химии. Она подкрадывалась сзади и со всей дурью шлепала меня линейкой. И мне в те годы, мне было 14, мне еще не нравилось, что меня шлепает синеглазая такая 25-летняя старуха вот эта. Сейчас бы я с радостью вернулся в те времена и читал бы напропалую, конечно. Я блогер, пишу маленькие рассказики. Я начал писать, описывать жизнь детей. У меня появились дочки, стал записывать за ними. И постепенно молодые мамочки стали подписываться. Было у меня 10 подписчиц, 30 подписчиц. Сейчас порядка 170 тысяч в нескольких журналах в сумме. И это довольно много для не ютубовского канала. У меня нет видео с моей внешностью, ни инстаграма, ни ютуба заводить не следует. А читательницы могут вообразить себе что угодно. И им все нравится. Я надеюсь, у вас будут вопросы по тому, как продвинуть свой блог. И вы же журналисты в основном, так? Можно интимного характера? Я смешно краснею. Нет, тишина. Хорошо. Так вот, давайте с этого. А как продвинуть свой блог? Вообще, как пришла эта мысль? Мы услышали. Дочки, хотелось что-то за ними записывать. Так я понимаю. А ведь на 170 тысяч выйти, это как? Я не знаю. Дело в том, что оно само происходит. Наверное, в журналистике и в любом деле все будет зависеть от того, насколько вы увлечены своей профессией. Будь вы журналист или блогер, если вам нравится писать, все писатели, с кем я разговаривал, с Алексеем Ивановым, который автор Тобола, он уже в 9 лет знал, что станет писателем, потому что ему просто это очень нравится. И когда первая книжка у него вышла, 4 романа готовых лежали в столе, которые никто не брал. Стивен Кинг тот же писал с 14 лет, у него был гвоздь вбит в стену, на который он прикреплял отказы от журналов, отказы печатать рассказы. Когда гвоздь под весом отказов отвалился, он вбил железнодорожный костыль и продолжил писать. Все, кто чего-то добивается, делают это не ради достижения какого-то результата, потому что просто очень нравится складывать слова. У меня есть некая формула сложения слов. Я знаю, как сделать предложение кратким. Я знаю, что есть, допустим, 6 форм шутки, форм юмора, перечисления, подмена смыслов, парадоксы и прочее. И мне нравится этим играть математика какая-то в этом есть. То, что потом приходят люди, это следствие того, что мне нравится писать. Вот и все. Вот и все, что я хотел ответить на ваш интересный вопрос. Возможно, еще потом что-то придет. Издательство пришло само в какой-то момент, вдруг, когда, не знаю, сколько было подписчиков, пришел человек, говорит, давайте мы вашу книжку издадим. Я говорю, сколько, спрашиваю, денег я за это получу? Он говорит, ну, наверное, я буду переводить в какие единицы, мне понятно, извините, я из Латвии, из Риги. 300 евро. Для того, чтобы написать книжку, это порядка 600 тысяч знаков, нужно два месяца примерно переписывать. И 300 евро мне показалось недостаточно. Мне отказалось от издания книжки. Повысили гонорар, потом уговорили меня тем, что дети вырастут и будут книжку про себя читать. Это так здорово. Согласился, переписал, отправил в издательство, издательство книжку потеряло. Я им пишу, где, как, давайте. Дети уже подросли, уже на два месяца больше. Они говорят, вы знаете, пришлите еще раз, пожалуйста. Что-то мы не можем найти ваше вот это гениальное. Прислал еще раз, ждал полгода, наконец, в каком-то там очереди, в какой-то очереди на публикации освободилась, нашлась дырочка. В нее вставили мою книжку, совершенно неудобную дату вышло в начале лета, 7 июня, когда перестают люди книжки покупать. И первый тираж был продан за три дня. Допечатали еще один тираж, и к концу года уже было 7 тиражей, и порядка 60 тысяч продано. Вот первая книжка, как это, почему произошло, совершенно непонятно. В Доме Москвы, говорят, впервые стояла очередь. Вот именно вот так вот, за одной какой-то конкретной книжкой. Такого феномена больше не повторилось, потому что у меня сейчас 5 книжек, первая самая успешная. Первая книжка писалась 5 лет, и она была искренней. Она в том-то и дело, что писалась не за деньги. А потом произошла жуткая штука, мне дали большой аванс, правда вот прямо здоровый, прямо вот такой дипломат с деньгами. И тут же писательство мое закончилось, потому что как только вы начинаете думать про читателя, как ему понравится, некий вот этот верхний поток, диктующий слова, он вас покидает. Ни формулы не помогают, ничего. Вот. Какие у вас есть вопросы еще по продвижению блога? Спрашивайте. Так, микрофон один у нас, да? Хорошо. Здравствуйте. Вот вы сказали, что ни YouTube, ни Instagram вас не интересуют, вы не хотите там публиковаться. Но вы говорили, что начали писать, когда у вас появились дети. В Instagram много инстамам, но мало инстатцов. Инстапап? Да. И в принципе инстамамы набирают очень большое количество подписчиков, их много читают, их мысли, а инстапап мало. И когда они появляются, они сразу набирают аудиторию какую-то большую. И почему вы не хотели публиковаться в Instagram? Прекрасный маркетолог выйдет. Мне в голову не приходило, честно говоря, публиковать фотографии с детьми. В этом есть немножечко, мне кажется, фальшь. Потому что, вот как в американских фильмах, когда в начале фильма показывается папа, который очень любит свою дочь, и понятно уже заранее, что сейчас какая-то проблема будет, и весь фильм будет дочь под угрозой, и папа будет разносить целый мир. Я выключаю фильм, потому что, ну, спекуляция это. То есть не надо показывать, как страдают веселые щеночки. Вы же пишете о жизни, можно также писать о жизни. В принципе, то же самое, что вы пишете в книгах. Часто задают вопрос, чем отличается мой вот литературный герой, я как бы пишу про себя от меня. И не там, не там, нет вот этой... Есть очень много способов, как бы, достичь популярности, недорого. Писать фильеттоны на политическую тему, писать, лить какую-то вот, ну, не сказать грязюка, да. Как устроено классическое драматургическое произведение, надо взять персонажа, погрузить его в бездну каких-то вот драматических проблем, сделать все плохо-плохо в американских фильмах, есть требование, называется «Точка хуже некуда». Когда после 38-го эпизода приблизительно у героя вроде бы кризис-кризис, а потом еще хуже, все вообще вот развалилось. И если этой точке хуже некуда, фильм разворачивают на доработку, не принимают сценарий. Я хотел, чтобы у меня не было... Я для себя делал маленький мирок такой, мой блог, я писал его себе, самому, где все будет хорошо. Не будет политики, не будет экономики, будет манная каша, малиновое варенье там. Котика нашли на улице, потом отправили назад, он какой-то невоспитанный. И неожиданно этот мир стал более востребованным, чем то, что советуют делать для раскрутки блога. Писать страшилки. И показывать вот умильные мордашки своих дочек мне не хотелось примерно по той же причине. То есть это все равно нечестно, это спекуляция. Это заранее попытка призвать публику. Посмотрите. Ну как вот фотографии котиков бесконечно лепить. Это гарантированно 5000 подписчиков у вас будет, если вы там... Вся лента сплошная вот такие, сякие там они там... Мы сейчас живем в квартире, где кошка, и она там прям такая фотомодель, когда мужчина входит. Да. Если вы хотите, наверное, что-то достичь в сети, придумайте свой мир, который будет вашим уникальным. Вашим уникальным. И тогда что-то... То есть не идите за кем, не ходите проторенными вот этими дорогами, стандартными путями. Наверное, так. А опубликовать детей, это фотографии, да, это было бы то же самое. Ну и потом есть инстаграмовские вот эти каналы, не знаю, как они точно называются, где итальянские какие-то близняшки, американские. Очень красивые девчонки. Нашим как бы там... Я их люблю, но они немножко отстают. Лохматые, то есть тут такие... Не дети отстают, а родители? Дети отстают, а родители? Родители отстают. Родители отстают, короче. Я отстаю, поэтому не смог. Спросите, пожалуйста. Вячеслав, как журналист... Здравствуйте. Как журналист писателю, между нами прописк, как известно. Журналист не имеет права вымыслом заниматься. Вы, ну мы вашу уже биографию практически всю знаем, ваших дочек вот с такого. Я бы не обобщал. А, да. Ну хорошо, вот поэтому хотел бы выяснить, все-таки, вы пишете все-таки автобиографичен, так? Ну насколько это все правдиво? У вас такой персонаж там от первого лица, ну, немного, ну, скажем, мягко... Придурковатый. Я хотел сказать из слова, ну, придурковатый, да. Скажите, насколько это все автобиографично? Ну, скажем, вот эти последние, по-моему, у вас с массажем, о том, как вы в детстве ходили в баню и так далее. Это все, это правда все. Все. Все автобиографично? Конечно. В жизни столько и столько... Как вы журналист, который просто смешно пишет? Не совсем. Журналист все-таки преследует какую-то цель достучаться, занести какую-то мысль или что-то, что-то продвинуть. Хоть, вроде бы, я не знаю, как, но здесь журналисты есть все-таки, и они знают цель журналистики. Заказ? Заказ. Заказ. А у вас? У нас тоже социальный заказ. Это мой просто, я тоже часть социума. Не знаю, но история чаще всего рождается из реальной ситуации, а потом уже докручивается либо для правдоподобия, потому что некоторые вещи, если написать такими, какие они есть, никто не поверит, что это правда. Приходится половину выкинуть, чтобы выглядело достоверно. Вот такие вот обработки. Уточняющий вопрос, вот уже предыдущий вопрос, он перекликнулся, буквально перехватил у меня. Ну, мы ваших девочек, дочек, наше поколение знает, вот так говорю, вот с такого возраста. Сейчас они уже взрослые, на свидание. История, как на свидание вы отпускали дочку и так далее. Я не отпускаю. Как они сами к этому относятся? Вообще, вы у них разрешение спрашиваете? Попубликовать? Порва ребенка и так далее. Я ставлю перед фактом. Как была реакция? Младшая дочь, я уже рассказывал эту историю, пользуется. Она взяла книжку про себя и после школы ей нужно на остановке ждать автобуса, который редко ходит. И чтобы не стоять на остановке под дождем, она вошла в магазин рядом. Показала продавщица магазин, такие ткани или платья, я уж не знаю. Говорит, эта книжка про меня. И теперь ей наливают чай в этом магазине. Они дружат. А старшая дочь говорит, у нас урок географии. Пришла географичка злая. Всем поставила половине класса двойки. Потом посидела. Встает и говорит, хороший пост твой папа написал. Всем пятерки остальные. Вот. Помогает. Вячеслав, я бы хотела вернуться к вашим словам о том, что первая книга была самая успешная, а потом менее успешная. И вы сказали о том, что когда ты пишешь просто, это хорошо, а когда деньги, то получается, что сложно писать. Вот сейчас как у вас обстоят дела? Как вы преодолели ситуацию, когда вы понимали... Нет, нет, нет. Про творчество. Я про творчество. Потому что, ну, тут люди все молодые, сидят студенты, и у них еще все впереди. Им кажется, что они будут писать много, долго, плодотворно. Но мы-то с вами знаем, что все равно бывает какой-то кризис. И когда ты не понимаешь, что вообще дальше. Вот. Если вы его прошли, расскажите, как. Спасибо. Нет, его пройти невозможно. Это как с любовью и с семьей. Любовь, точнее, семья начинается на первых двух годах, когда два человека дышат вместе, они хотят быть друг с другом и прощают. Где там, у кого из поэтов было, да, влюбленные словно на цыпочки встали. И с творчеством та же самая история. Когда вы начинаете писать, первые два года вам пишется прекрасно, вы сами себе удивляетесь. Боже, да я какой человек-то. А потом все уходит и превращается в работу. Без работы ничего не будет. То есть, был вот я на выставке в Москве, и сейчас не вспомню фамилию фантаста, отслужившего спецназовцем где-то и потом написавшего книгу. Он очень популярен. И говорит, что писанина стала для него проклятием. Он набрал договоров, обязательств по книгам и пишет 12 часов в день. У него болит спина, у него болит все. Но вот какой-то объем нужно ему выпускать непременно. Это тяжелый труд. Более тяжелый, чем сантехника, которая является моей второй внезапно для меня отчасти специальностью. Потому что в сантехнике нет необходимости прикладывать силу воли. Там надо брезгливость, может быть, иногда подавить в некоторых ситуациях. Здесь, потому что вот он рядом холодильник. Вот кровать, а тебе надо сидеть и писать. То есть это работа, 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 работа. И навыки, потому что есть масса законов создания текста. Их надо соблюдать в меня, к сожалению. Я вот в университете не обучался. И первые лет шесть набивал шишки, не зная, что существует. Я подозревал, что они есть, но, видимо, преподаватели держат в секрете. Ни в одной книжке всего списка нет. Николас Фрай, допустим, пишет о том, что в диалогах не должно быть прямых обращений. Никогда нельзя говорить, зачем пришел. Надо вот так вот извернуть фразу, чтобы там, ну, хотя бы мы тебя не ждали. Хотя бы второй смысл поставить. Стивен Кинг пишет, что надо выбрасывать наречия. Бабель пишет, что надо выбрасывать причастные обороты. Бродский писал, что надо выбрасывать прилагательные. Там очень большой список. Паскаль писал, дорогой друг, извините, что я пишу вам так долго, у меня нет времени писать коротко. Для того, чтобы написать короткий текст, нужно потратить массу времени. А легкость напрямую зависит только от этого. То есть вот это вот соотношение глаголов и все прочее выбрасывает сложенно сочиненное предложение. В результате писанина превращаются в такой отчасти математику. Это математика интересная, но это пахота. Единственное удовольствие, когда ты вдруг видишь, что текст получился. Неожиданно для тебя. Потому что бывает, что я страницу переписываю там до 60 раз. Переписываешь, переписываешь, все там дрянь. У меня уже спрашивают, как жена к вам относится, как к писателю. Да ненавидит она во мне писателя, потому что говорит, ну ларк, ну прочти, ну что, ну как? Она говорит, да иди уже со своим, невозможно. Но когда в конце концов эта страница получается, маленький рассказик, вот это счастье, которое я не знаю, чем заменить даже. Я что-нибудь ответил, я не помню. Добрый день. И хотела бы немного все-таки уточнить про раскрутку. Насколько я поняла, вот я вчера у вас была в доме Акшенова. Да, привет. Здрасте. Вот. Ни вчера, ни сегодня я так и не поняла, какого характера ваша популярность. То есть это что-то вирусное, или вы все-таки какое-то усилие прикладывали? Нет. Или вы как святой человек просто писали, и мир вас узнал? Нимп такой раз, и вспыхнул. На меня делали ссылки. Делал ссылки Рустем Адагамов. Первая была волна популярности. Потом, когда там в день было 3000 подписчиков, я помню, там день за днем, прямо, я думаю, откуда валится? Потом нашел Лебедев, Тема ссылался. Потом Михаил Николаевич Задордов стал вдруг меня рекламировать, призывал. Мы с ним дружили какое-то время. Ну вот это и есть вирус, то есть эти люди, они о вас узнали? Просто я его не генерировал. Люди находят и по доброте душевной дают ссылочку. И вот с этих ссылочек все накапливается. Я не знаю, может быть, есть какие-то способы. У меня было сотрудничество с Mail.ru. Просили написать для них колонку, несколько статей. Они ожидали, что народ придет. И к ним действительно, когда я укладывал у них статейку и давал ссылку, приходили люди, там 70 тысяч просмотров, 120, всякое было. А потом они уходили и все, и все заканчивается. Никто не остается. То есть вопрос все-таки в контенте. Именно он определяет. Если вам есть что сказать, извините за пафос и банальщину, ну вот невозможно ни на чем построить. Уйду, уйду. Ты сейчас, я по себе знаю, что когда я расслабляюсь и начинаю писать по конвейерному какому-то принципу, ничего не досочиняю, я вижу, что у меня там падает и количество просмотров и что-то. А это, к сожалению, такой наркотик превращается в спорт. Вот это количество просмотров. Ну, в жизни это интересно. У вас публикации в ЖЖ, они как-то монетизируются? Нет, нет, нет. У меня ни ЖЖ, ни Фейсбук с деньгами не связаны. Не монетизируется? Ну, по камере раскрутка идет. А скажите, вы не рассматриваете другую площадку, параллельную какую-нибудь? Скажем, вот, ну я упрощенно, Яндекс, Дзен, например. Или телеграм-каналы, которые в России. Ну да, это к вам просто сейчас многие говорят, что ЖЖ вообще умирает. ЖЖ умер, ЖЖ умер. Тогда что, вот какая может быть площадка, куда вы, допустим, захотели бы переместиться? Я не знаток площадок. То, что ЖЖ умер, я знаю, потому что я вывешиваю пост, с которым всего одно предложение. Ребята, еду в Казань, он выходит на первое место по читаемости. Это странно. Вот, 15 тысяч там просмотров всего. Я не знаю, а какие, вот расскажите мне, какие есть площадки, кроме Ютуба? Ну вот, Дзен, Яндекс, как у вас там за границами, вот Дзен, Яндекс, например, перспективная вроде бы. Площадка, где... Если можно, вот у микрофона, потому что идет записи. А мы слышим друг друга. Я не специалист, я не специалист. Просто, просто то же самое мне начали говорить, я в Фейсбуке. Начали говорить, что давай выставляйся где-нибудь, у тебя интересно. Я начал изучать. Я понял, что ЖЖ это что-то такое статичное. Вы там за счет прежнего багажа, вас там ждут, вам там пишут, почему вас долго нет. Как здорово, что вы снова появились. Вот вы, кстати, вопрос, почему так редко. Начал смотреть соседнюю площадку параллельную, а там новые алгоритмы. Они сами вас раскручивают за счет контента, за счет того, что они предлагают читателям. То есть вот уже другой алгоритм действий, уже более современный. Соседнюю площадку-то какую? А я сказал, я только примерил. Их несколько, Дзен, да. Я не говорю, что это хорошая площадка, я не говорю, что я просто столкнулся. Мы ничего не рекламируем, мы просто уточним. Мы не рекламируем, да. Я просто свое наблюдение. Я не знаю, по моим наблюдениям сейчас вот Ютуб рулит, и все, что действительно происходит, интересно. Он, в принципе, заменяет нам литературу. Ну, не к сожалению, а так происходит, что писатели сейчас борются, конкурируют не друг с другом, а с рэперами. Ютуб сжал информационную вот эту вот единицу какую-то, рассказик, до трехминутного или четырехминутного объема. И если ты не умеешь писать с той же самой интенсивностью, ты все равно проиграешь Ютубу, неважно на какой площадке. Сложнее писать становится потому, что в 19 веке там при Толстом книга была главным развлечением, ты ее включаешь как сериал и можешь там неделю читать. А сейчас чтение происходит в маршрутке, в метро, я уж не знаю где. И психологические вот эти вот принципы о том, что каждые три минуты человек... То есть раньше было 15 минут, где-то еще в 70-е годы, в 80-е, когда моя мама занималась психологией, психологией внимания в том числе, работала в лаборатории психофизиологии, и, следуя человеческое внимание, обнаруживали, что каждые 15 минут, если человеку не менять картинку полностью, не переводить сюжетом на сюжет, он отвлекается, он не может не отвлечься. Сейчас это время сократилось. Люди привыкли короткие ролики смотреть. И если даже в книжке вот абзацы ты делаешь здоровенно, с какими-то длиннищими описаниями, то тебе надо найти специального читателя, который будет готов вот такие вот километры прочитывать, чтобы в конце парадокс обнаружить или разворот сюжета, финал неожиданный. То есть дело не в площадке, мне кажется. Хорошо, а вы занимаетесь, извините, структурированием своих материалов? Или вот как написали, так написали. Скажем, ну есть правило, что в конце теперь, наоборот, нельзя в конце ничего оставлять, потому что люди до конца не дойдут, что надо в начало выносить, интригующее начало. Или вас просто можно читать, ну вас можно читать только за счет того, что вы держите от начала и до конца? Я бы рад держать, мне не удается от начала до конца. Есть принцип, по которому первое предложение, то есть я уж не помню, какой-то преподаватель, кстати, журналистики, говорил, что лучшее предложение для начала любого текста – это «кошка лежит на подушке собаки». То есть в пяти словах нужно заявить весь предыдущий конфликт, будущий конфликт. Тогда люди втянутся и будут хоть за чем-то следить. Тут опять же вот та самая математика. Сложно с этим, сложно. То есть не занимаетесь? Занимаюсь, пытаюсь. Но оно не радость, только понимаете, как нет смысла совершенно не связанным друг с другом куски текста располагать. Надо их обязательно переплетать. То есть нужно следить за тем, за вниманием читателя, как оно следует, чтобы не перегружать. Сейчас вот девочка мне прислала какие-то свои рассказы, втерлась прямо в доверие, я не ожидал, что она писательница, потому что пришла на встречу с читателями, что-то там подарила, и как-то вот мы пообщались, пообщались, и вдруг она стала писать и присылает, и надо было что-то ей отвечать. И беда у нее, в частности, с метафорами. Она не пишет прямого текста. Айзек Азимов в начале, по-моему, романа «Основание» написал честно, говорит, я не умею писать, пишет он. Я буду писать вот так, как было на самом деле. Хотя, конечно, это фантастика, все. И пишет дальше очень простым языком. Он пришел, она встала, он посмотрел там, и читается прямо на ура. А у молодых девчонок, которые читали Пришвина, видимо, или я уж не знаю, начинаются вот эти бесконечные описания природы, какие-то дубы, которые вслед машут ветвями. И это все долго. То есть первым делом, хотите стать интересными, вы бросаете метафоры совершенно. Мне слово хотелось с догонку. Кстати, тогда уж догонку означает ли это, что, например, Лев Толстой никогда больше не будет интересен и актуален для молодого читателя. Я вот за всех... Пять страниц, там, переживания в саду, там, куда-то дуб, там, два раза встречи с ним. Все так очень долго, пространно. Лев Толстой интересно пишет. Кстати, я внезапно для себя открыл уже во взрослом возрасте, потому что, я уж не знаю, наверное, вы знаете эту историю о том, что роман «Война и мир» был в XIX веке разделен на две части по требованию издателя. Философское и с действием. И вот эта часть без философии прекрасно шла. В советское время обе части объединили и вручили восьмиклассникам, чтобы они мучились. Вот. История про Цветаеву, которая, не знаю, по-моему, в повести Сонечка, да, одна есть, пришел комиссар к Цветаеве, который никогда не читал Толстого. Марина Ивановна побежала в библиотеку, потянулась за книжкой, хотела осчастливить. Книжка упала, раскрылась, Цветаева взглянула в страницу и провалилась в текст. И вспомнила только о том, что ждет комиссар в прихожей через три часа, когда он уже ушел. Вот эта сила текста, Толстой, на самом деле, пишет коротко и очень емко, и очень правильно, и точно. Сразу понимаешь, о чем речь. У молодых девчонок, которые присылают рассказы, вообще непонятно. То есть надо поднять, что это за метафора, что она вот под каким-то там, ну там, ну сейчас, что нам привести, под пузатым инопланетянином, я не про себя сейчас, подразумевает, и искать в начале рассказа кто там есть, шел на встречу и так далее. У Толстого все просто, он легко пишет. Я не знаю, будет ли читатель там молодой знакомиться, я сниму с себя сейчас ответственность, потому что приезжавший и хваливший меня, не могу не похвастаться, психолог Лобковский, он говорил именно о том, что Толстой, к сожалению, по мнению Лобковского, не будет никогда популярен. Будет тонкая прослойка вот элиты какой-то интеллектуальной, способной к долгим текстам, к удержанию внимания. А все остальные спустятся в Ютуб, видимо. Вот. Это мне не Лобковского. Может, вопрос? Я здесь. Я на колонке смотрю каждый раз. Я как раз та самая женщина за 35, которая стояла практически в очереди за вашей первой книгой. Глядя. Да, но у меня немножко вопрос о другом. Здесь не говорили, но я все-таки хочу сказать еще одну вещь, что вы сценарист. Вы писали сценарий фильма «Джентльмен удачи», который был ремейком фильма. Да. Я не ошибаюсь, вы еще мультфильмы. Ох, там много всякого было. Да, да, да. Поэтому вы расскажите, насколько этот переход из писательства в сценаристы, он вам легко дался? Как вообще оценивается вот эту вашу свою ипостась новую? И что-то впереди мы можем посмотреть в кинотеатр в ближайшее время? Впереди мы ничего не можем посмотреть в ближайшее время. Я забросил это дело, потому что принципы работы в российском кинематографе примерно таковы. Снимается ресторан, туда садятся продюсеры и сценаристы, и в большом кругу начинают друг другу генерировать какие-то идеи, забрасывать и в конце там что-то на салфетках пишут. А потом во время съемок от этого сценария остается в лучшем случае 5%. В нашем фильме сцена, когда Безруков вместо Леонова входит в камеру и испытывая страх перед арабскими заключенными, хочет показать себя храбрецом, и падает на себя, начинает ощущаться. Такие вещи все были придуманы прямо на площадке. Большая часть фильма придумана прямо на месте. Креативный продюсер говорит, у нас очень мы близко идем к сценарию, процентов на 20. Сами сценарии пишутся плохо, это лишь основание. К нашему фильму до меня было 18 драфтов, то есть сценарий был переписан 18 раз, я его переписал еще 5 раз. И все равно он был, значит, немножечко там, ничего не осталось. Когда снимали елок, не то вторых, не то третьих, Ургант и Светлаков, потому что не было сценария, а время было съемочное, они ходили по коридорам, ходили в комнату, шевелили губами, текста еще не было. Текст придумывали задним числом и вкладывали им в губы. То есть это к вопросу о том, что творится с российской сценаристикой. Еще один момент. Сейчас здесь, чтобы стать сценаристом, нужно иметь сертификаты из Лос-Анджелеса. 20-минутный ситком, 40-минутная драма, сериал такой-то. Если у тебя есть сертификаты, ты можешь писать сценарии. Но дело даже не в них, а в том, что здесь пытаются соответствовать американским законам кинобизнеса. То, о чем я говорил. Есть понятие о хорошей картине, если после 38-го эпизода нет точки «Хуже некуда», все возвращается. Допустим, в 20-минутном ситкоме должно быть обязательно 8 героев. Их характер известный. Обязательно 6 видов развития сюжета. Если выходишь за рамки, сериал заворачивают. Но дело в том, что на нашей территории американские традиции не работают напрочь. По той простой причине, что американская идеология построена на том, что ковбой, прерия, обстоятельства можно изменить. Человек остается неизменен. Герой хороший в начале и герой хороший в конце, который изменил весь мир. Это общая схема всего, что происходит в Америке в искусстве. Только вот в последнее время стали появляться другие. В Европе в это не верят. В Европе было слишком много войн. Никто не верит, что мир можно изменить к лучшему. Чума, война, бедствие, любые изменения все лакуши бы. Меняется только человек. Поэтому хороший европейский фильм это всегда неизменные обстоятельства. Человек, который им противостоит и меняется внутри. И в это верят. И эти фильмы получают какие-то награды и так далее. И поэтому российские сериалы, которые пытаются делать по американским лекалам, не работают и работать не будут. Есть еще некоторые там вещи. То есть я очень скептично отношусь к советскому кинематографу. К российскому, пардон. Кинематографу. В наших отечественных предприятиях он же сам снимает такое количество... Может быть что-то изменится. Есть человек семь, которые правда пишут хороший сценарий. Есть фильмы, они делятся на три категории. Режиссерские, продюсерские и сценарные. Продюсерские, это значит, кто-то отхватил денег, купил каскадеров, спецэффекты, взрывы и хочет это как-то снять. Пишется любой сценарий за копейки и все это снимается. Режиссер, тот, кто берет хороших актеров и заставляет их играть лицом. И что-то вот такое вот тонкое, вот свои тонкости делает. Не знаю, Звягинцев, наверное, там ближе всего. А сценарных практически нет. Нет настолько мощных сценаристов, которые бы способны были написать прямо вот хорошее кино, которое вот по сценарию, по книге снимай и будет здорово. Алексей Иванов отказался, точнее, запретил ставить свою фамилию в фильме «Табол», потому что настолько далеко ушло от книги кино. Да. Вот. Это все, что знаю про фильмы. Чтобы, может быть, не так печально звучало, ведь вот даже оговорка у вас случилась, да, о советском кинематографе. Вот в советском кинематографе была достаточно сильная сценарская школа, да, школа сценаристов. Означает ли вот то, что вы сейчас рассказали, что наша школа утеряна навсегда, и мы не сможем восстановиться, и как сделать так, чтобы все-таки чего-то свое появилось? Ну, те же самые «Джентльмены удачи». Первый фильм снимался не то полтора, не то два года полностью. Ремейк снимался две недели. То есть просто физически невозможно сделать фильм того же качества. Потом у нас в фильмах один сценарист, который пишет. Допустим, в сериале «Американская семейка» 36 сценаристов одновременно работают, и некоторые сценаристы, по три сценариста за одного персонажа, и пишут только диалоги ему. Больше ничем не занимаются. То есть это количество труда. У нас можно все это сделать, если, я не знаю, появится человек, который готов будет раскошелиться на действительно качественное кино. Пока что получают грант, там 5 миллионов из фонда кино, снимают на эти деньги, как-то там делят прибыль и все. То есть сверху, вот с продюсерской стороны, нет интереса в хорошем фильме. Вот в чем дело. Вот еще одна оговорка у нас. А вот вы живете в Риге. В Латвии, да. В Латвии. Ваш, ну, я смею предположить, может, вы тогда поправите, основной читатель, почитатель в России. Да. И про кино даже, да, мы сейчас это же слышим. И вы оговариваетесь у нас здесь. А вы не подумывали, чтобы, например, переместиться в Москву? Или почему-то вот Рига ценнее и важнее? Даже я подумывал, ну, дорого что-то как-то в Москве, как-то, прямо скажем. Да и смысла нет. Если для работы нужен вот там компьютер, письменный стол, то зачем? У меня нет какой-то вот идея синкразии к этой территории. А потом, в общем-то, сидя в Риге, я вполне себя ощущаю в России, потому что латыши вокруг, находящиеся как нация, не то чтобы они там не существуют. У них единственный критерий — это их язык. Нет ни истории, ни литературы. И они построены отчасти на противопоставлении себя России, те, кто враждебно настроен, отчасти на какой-то памяти. То есть если я вот играл в кабаках, будучи в молодости ресторанным музыкантом, и вы не представляете, как легко латыши подкидываются на песнях «Ничего на свете лучше нету», «Призрачно все в этом мире бушующем», «Все поют и все знают». То есть это на самом деле та же среда российская, все постсоветские республики. Молодежь уезжает потихоньку на запад, а те, кто остаются, они так или иначе привязаны. Даже если идентифицируют себя как антироссийские, все равно это вот здесь они. Да, я не чувствую себя вне России, живя в Латвии. А в развитии этого вопроса можно? Конечно. В развитии тоже тема волнующая. А там у вас русскоязычные, они теперь, это другой народ, чем Россия. Вы несколько раз оговаривались, вы путаете подсознательно советский и российский. Для вас Россия это все, советская еще? А для вас нет? Да. Но не та советская, конечно. Ну что не та? Ну я старшего поколения, ну да, у нас советская. Кто против России, тот антисоветчик. Да, это просто старое выражение. Ну а по сути все-таки? Это разные народы сейчас? Я думаю нет. Нет. Потому что бабушки, мамы, папы остались, и они головой там. И лучший фильм «Ирония судьбы». Это же, я не знаю. А молодое поколение? Молодое поколение есть подрастающие других, ну то есть вот коренных национальностей, латыши-литовцы, которые уже в Германию, в Англию. Они по-русски не говорят, но часть культуры проникает. Вы... Объясню так. Русская культура ужасно липучая, и она прорастает. В детский сад, где 20 детей, латышей, и приводят туда двух русских. Через две недели все говорят по-русски. Непонятно почему. Поэтому латышские воспитательницы говорят, нет, давайте мы одного ребенка русского возьмем, потому что если два, то все, будет конец. У нас они через неделю станут там материться, там, ну нет, конечно. Вот. Но вот этот, не знаю, культурный код, это или что, или груз культуры какой-то, он пробивается везде, и он не зависит от того называемого это советским, по инерции, конечно, понимаю, что да, этого давно нет, или просто русским. Это просто территория, которая вырастила какой-то культурный груз большой, и он как вот через борта высыпается на соседние страны, и он будет продолжать сыпаться, от этого не уйти никуда. И приходят латыши сейчас на наши случайные бардовские фестивали латышские, и обнаруживают в себе такое знание темы, и хотят, у меня на работе есть латыш, который в автобусе возит под стеклом триколор, он, вся машина, значит, в этих георгиевских ленточках, и сзади написано вместо сердца пламенный мотор, и Ил-2 штурмовик нарисован, и он ругается с другими латышами, там он за родину, ну не то, чтобы за Сталину, да, но вот он антиевропейец такой. То есть лада нет в головах ни с той, ни с этой стороны, но культура есть, и она велика. Вот. Спасибо. Вопросы еще? Конечно. Первый ряд активен. Все-таки у вас творчество, оно такое, смешное, достаточно читаешь, получаешь заряд бодрости, веселья. Тут нам не рекомендовали читать ваши тексты в автобусе, иначе решать, что мы сошли с ума, потому что слишком громко смеемся. Сейчас есть же популярные стендап-комики, и они все очень часто рассказывают о том, как они тестят свои выступления на какой-то аудитории, на родственниках, на друзьях, специально делают какие-то выступления, прежде чем выйти на широкую аудиторию. Вы свои тексты каким-то образом тестили, чтобы понять, что вот это смешно, эту шутку оставляю. Это не смешно, я ее не оставляю. Я вот прям вот, или мне кажется, что это смешно, кто-то сказал, там много человек, что это не пойдет, и я это не делаю. Но понятно, что вначале, может быть, это шло от вдохновения как-то по наитию, но потом, когда вы сказали, что это превратилось, то не превратилось, но все-таки это труд, это работа. Есть ли какая-то у вас фокус-группа, на которой это все проверяется? Я-то считаю себя трагическим писателем. Хочется тебе плакать от этого текста. Я не стремлюсь писать смешно. Просто смех – это антипод страху, реакция на неожиданность. Если вы умудритесь в нескольких предложениях, точнее сделать неожиданным финал, и финал будет положительным, читатель рассмеется. Вот и все. Его можно пугать, его можно рассмешить таким образом. Я пишу о том, что произошло, пытаюсь, чтобы это складно было. Почему люди смеются, мне не всегда понятно. Беда в другом. Если вы захотите именно рассмешить, ваш текст превратится в перечисление каких-то глупых метафор, потому что нет ничего хуже, как смешить через сравнение. Назвать, вот он пришел, и что там у него там, голова была большая как? Или у него было лицо, как будто из, или на что-то похоже. Эти шутки никогда не работают. Хотя удивительным образом, когда ты их пишешь, ты прямо заливаешься, кажется, как удачно все хорошо там складывается. То есть, надо выбрасывать метафоры. Почему происходит смех? Англичанам проще. У них мало слов, очень много таких слов, которые имеют кучу значений, и легко составить предложение, имеющее два-три смысла одновременно. И это смешно, в русском языке сложно. Но если вы составите когда-то, любой анекдот на этом построен, анекдот сейчас расскажу, кстати, да. Начинаем анекдот рассказывать. Мужики пошли в лес с карабинами на медведя. Медведя не нашли, стали стрелять в пень. Отстреляли по обойме. Вдруг из-за пня выскакивает мужчина и бежит куда-то прочь в лес. И охотники испуганно кричат ему вслед, не понимая, что происходит. Мужик, ты жив? Ты жив? Он оборачивается и говорит, нет, я русский, я русский. Не понимают. Молодые. То есть, переворот смысла в конце. Да, взрослые люди. Хорошо, вам потом расскажут. Ну, по крайней мере, поаплодируйте, значит. Это как... Ну, я потом детский анекдот расскажу. Ну, давайте вот детский тогда, давайте детский сразу, чтобы, ну, как-то это... Не авансом аплодисменты были. А вот это мы поем вообще круто. Давайте вот я расскажу. Вчера рассказывал историю о том, я еще и в театре подрабатываю, играю итальянского музыканта на еврейской свадьбе. У меня есть слово «гей» во втором акте. В нашем... Это помят. В нашем спектакле ставили Моцарта. Моцарта и Сальери, маленькие трагедии Пушкина. И сначала Моцарт приходит к Сальери, приводит к собой слепого музыканта. Музыкант-скрипач должен играть плохо. Сальери и Моцарт должны над ним посмеяться. Чтобы найти актера, который был умел хоть что-то играть на скрипке, сложно. Поэтому берут из оркестр скрипача. У него нет профессионального образования. Чтобы показать, что он слепой, ему вешают повязку на глаза. Актер профессиональный показал бы слепого очень просто. Он бы сделал два шага, ощупывая перед собой пространство. Скрипачу кажется мало. Он начинает бегать по сцене, переворачивать предметы, опрокидывать. Потом, когда нужно показать плохую игру, у скрипачей есть шутка. Вы знаете, Чарда Шмонти там «Та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-та-та-та-та-та-та-та». А скрипачи шутят, они играют «Та-па-та-па-та-па-та-та-та-та-та». То есть наоборот, не снизу, а сверху. И ржут, заливаются прямо. Им кажется это удивительно. Так вот, скрипач выбегает на сцену, переворачивает предметы, потом очень хорошо играет. После чего Сальери, как бы смеясь над плохой игрой скрипача, просит Моцарта сыграть. Моцарт говорит, я написал одну безделицу, мне не спалось. Но может быть тебе не до меня? Сальери говорит, когда же мне не до тебя? Ах, Моцарт, садись играй. Моцарт должен сесть и сыграть бесподобно, чтобы затмить скрипача непременно. Потрясенный Сальери говорит, ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого. Ах, Моцарт, ты бог и сам того не понимаешь. Моцарт говорит, возможно, однако божеством и проголодалось. Чтобы показать прекрасную игру Моцарта, раньше артисты играли сами на сцене, а сейчас играет музыкальный редактор в кулисах на пианино, а на сцену выкатывают пианино без струн. И актер, играющий Моцарта, молочит по пустым клавишам, он показывает игру по Станиславскому, и все очень красиво. Все хорошо, но однажды рабочие сцены перепутали пианино. В кулисы поставили без струн, а на сцену выкатили со струнами. Скрипач слепой отбегал. Сальери говорит, Ах, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, играй. Моцарт вздымает руки, со всей дури вздымчат, бьет по клавишам и издает самый ужасный звук своей жизни. В зале тишина, слышно только что в кулисах, а рояль без струн колотится вот этот музыкальный редактор в тишине. Сальери чешет нос, говорит, Ах, Моцарт, ты не достоин сам себя. Какая глубина, какая стройность. Ты, Моцарт, бог, и сам ты его не знаешь. Моцарт говорит, Возможно, однако божество мое проголодалось. Еще одна история из того же театра. Ставили Дон Кихота и вывели на сцену лошадь. Лошадь должна была играть лошадь. Хорошо играла, все верили. Она захотела пописать. И зрители отвлеклись от сюжета сразу, стали смотреть, что делает лошадь. И, как вы знаете, сцены всех театров мира на 2 градуса наклонены в зал. И зрители с волнением наблюдают за поведением лужи, а лужи заворачивают к суфлерской будке. И в самый напряженный момент из будки по пояс высовывается суфлер и начинает в пальцах чертить, пальцами чертить в пыли дорожки, чтобы его обижало вот это вот наводнение. Лошадь ушла, вышла во втором отделении. Народ векричал «Бис! Бис!» Она, лошадь, отказалась повторять. В общем, вот такой вот. Все! Ну и, да, действительно. Давайте спросите что-нибудь на прощание. Час пробежал. Да, еще на прощание? Давайте. Я потом еще один вопрос короткий. Час так быстро проскакал. Как-то лошадь. Вот. У вас еще есть? Вопросы есть? Тогда вопрос такой. Вот завтра же 23 февраля. Как у вас с этим праздником? Нас отменили. Отменили? У нас и 8 марта отменили заодно, чтобы не обидно было. Ну, а ваше... А чтобы не обидно было? Да. Ну, а ваше собственное 23 февраля, это что? Это какие-то воспоминания? Это служба в прошлом? Или друзья военные? Или память? Планы какие-то? 23 февраля? Где я буду 23 февраля, Дмитрий Андреевич? В Казани. В Казани я буду 23 февраля. В Нью-Йорк. В кафе Нью-Йорк, да. Почему-то. У меня, видимо, неплохой 23 февраля намечается. Не знаю, я служил в армии, но прямо таких счастливых воспоминаний... Было весело временами. А где это было? Это было в Калининградской области, это были войска правительственной связи. Я там был инструктором по вождению. Ефрейтор Аликулов под моим руководством научился писать слово ДНБ на снегу задним ходом. Ну что ж, пользуясь случаем, поздравляем вас с 23 февраля. Желаю вам приятного провести в кафе Нью-Йорк. А всем присутствующим большое спасибо за то, что вы были участниками сегодняшней встречи. И надеюсь, что мы еще не раз будем видеть вас. Не просто в Казани, в Казанском университете. Спасибо. 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 Спасибо.